Мигрантам знать русский язык необходимо в первую очередь для того, чтобы понимать работодателя. При Иваново-Вознесенской епархии открылись специальные курсы для выходцев из Средней и Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что занятия проводятся в воскресной школе, дисциплины вполне светские – история, культура и русский язык. Сумка твоя, твой или твоё? Какая? Как ты думаешь? Вот, ну вот. И так каждый в каждом месте. Хорошо? Сам, каждый сам. Учение – дело добровольное. Сегодня на первое занятие пришли 16 человек – все вьетнамцы. Им русский язык даётся особенно сложно из-за фонетики. Но трудности приходится преодолевать. Без свободного владения языком невозможно получить гражданство. Мы, конечно, хотим здесь надолго оставаться, здесь работа и жизнь. Поэтому мы хотим изучать русский язык. Вы понимаете, я почему приехал в Россию, когда я в школу учил. Мне очень интересна ваша культура. Овладеть русским языком в совершенстве за несколько месяцев практически невозможно. По окончанию этих курсов мигранты хотя бы могут элементарно изъясняться с окружающими, не только с помощью жестов. В этом, собственно, и состоит главная задача. Занятия будут проводиться трижды в неделю на протяжении года. Преподаватели – доценты Ивановских университетов. Основы русского языка преподают на русском, работают без переводчиков. Весь образовательный процесс проходит по специальной программе. И даже если вначале приходится изъясняться жестами, прогресс заметен уже через пару недель. Мы начинаем с алфавита и затем потихонечку приучаем их различать буквы, звуки, обучаем письменные и устные речи, постепенно вводя лексику, расширяя лексический запас. Ну и, наверное, где-то через две недели они у нас уже умеют писать и читать, а еще через четыре недели они уже овладевают элементарным уровнем. Зарплату преподавателю русского языка обеспечивают сами студенты. Стоимость одного занятия – 500 рублей, но не с человека, а со всей группы. Довольно дешево, тем более что епархия предоставляет помещение на безвозмездной основе. Истории и культуры России обучают бесплатно. В дальнейшем планируют ввести курс «Основ православия», но только для желающих. Другую религию мигрантам навязывать не собираются. Раскрыть перед ними русскую культуру, Россию во всей ее полноте. Эта полнота дается через православие. Не могу сказать, что только через православие. Разумеется, есть множество сторон в русской культуре. Но эта сторона – одна из важнейших принципиальных, и мы здесь не можем стоять в стороне. И рады, что у нас такая возможность есть. Намерение у правительства заменить гастарбайтеров собственной рабочей силой в ближайшее время сбыться не суждено. Сотрудники УФМС поясняют, в нашем регионе мигранты не занимают чужие рабочие места. Напротив, выполняют ту работу, от которой отказываются местные жители. Говорить о том, что иностранцы занимают рабочие места, которые могли бы претендовать местное население, ну, как-то… Если взять, допустим, по центру занятости, у нас… Вот сейчас я точно цифры не могу сказать, но у нас порядка тысячи вакансий по области. А, значит, заявленных, кто стоит в центре занятости, ну, порядка двухсот человек. Адаптацию мигрантов будут проводить и дальше, всеми доступными способами. Воскресная школа стала пятой подобной площадкой в регионе. В дальнейшем курсы русского языка для иностранцев появятся и в Доме национальностей. Там уже набирают афганскую группу студентов.